Помните как в детстве мы сидели перед экраном старого телевизора, залипая во всякие игры с пиксельной графикой? Тогда такая графика была вынужденной необходимостью, технологии попросту не позволяли большего. Но современная графика стала футореалистичной и пиксели, казалось бы, стали пережитком прошлого. Однако ностальгия сильная штука. Сегодня пиксели снова в тренде, инди-игры, фильмы и даже мода. И теперь благодаря 3D программам вроде Blender мы можем создавать пиксельную графику уже на совершенно другом уровне. Шейдинг, рендер, композитинг, ручная прорисовка текстур, все будет в этом ролике и даже больше. Так что давайте не будем медлить и погнали. Видео поделено на два способа. В первом мы с вами разберемся в целом с основой стилизации и так сказать с классическим пиксель артом. А во второй части рассмотрим еще более классический арт, но с применением разных хитростей и куда более продвинутых методов. Итак, для того чтобы нам с вами сделать пиксель арт, нам нужно настроить следующие вещи. Это камера, рендер и наши шейдеры. Давайте начнем по порядку. Поставим себе какие-нибудь предметы, просто для понимания. Отлично. И поставим камеру. Можно использовать различные варианты, то есть перспективную, ортографическую. Но я воспользуюсь таким стандартным вариантом, когда мы стилизуем это под игру в ортографическом режиме. Добавляем камеру и ставим ей следующие показатели. Rotation по X65, Y0 и по Z45. Таким образом мы с вами получаем четкие углы на нашем центральном объекте. Центральным объектом в данном случае выступает куб, чтобы мы с вами видели как у нас идут линии. Теперь настроим цвет. Я использую источник света типа солнца, потому что мы с вами используем рендер иви. Заходим в рендеринг и получаем наши тени. Здесь по настройкам рендера. Сэмплы. Viewport и рендер на единицу. Raytracing отключаем. Film. Filter Size. Ставим 0. И Color Management. Тут уже по вкусу, но желательно поставить стандарт и нон. Чтобы наши цвета отображались такими, какие мы их настроим. Перейдем непосредственно к шейдерам. Тут все довольно просто. Мы с вами делаем те же шейдеры, что мы используем для различных стилизаций. Например под аниме или что-то в этом роде. Принципло бездф главное мы убираем. Добавляем Diffuse бездф. То есть по сути только цвет с показателем Roughness. Далее нам нужно шейдер 2RGB. Таким образом мы наш шейдер преобразовали в просто цвет. И все блики, металличность и так далее будут отображаться просто как цвет. Собственно, то как это должно быть при условно изобразительном искусстве. Далее мы можем с вами использовать ColorRamp, чтобы настроить оттенки. Давайте поменяем режим на Constant. Переменим наши материалы к цилиндру и айкосфере, выделив все их и в конце куб и нажав Ctrl L Link Material. Как видите, наш оранжевый цвет еще не проявился. Это связано с тем, что наш источник света довольно слабо светит. Если мы начнем накручивать интенсивность, это начнет проявляться яснее. И как видите, наши тени стали того цвета, который мы им настроили, то есть темно-сиреневый, а самые светлые участки ярко-оранжевые. И если мы с вами начнем крутить наш источник света, это будет отображаться на наших текстурах. Отлично. Но этого, как вы понимаете, мало, поскольку у таких вот ровных градиентов в пиксель арте довольно мало и используется так называемый дизеринг. Это когда мы имеем условные два цвета и делаем между ними градиент с помощью особого расставления плиточек, вот этих вот пикселей, да, и у нас создается эффект того, что у нас есть какая-то палитра. Хотя по факту цветов остается два. Как этот самый дизеринг нам тут реализовать? Ну давайте сделаем следующее. Для этого понадобится ноды VectorMath в режиме Multiply, еще одна нода VectorMath в режиме Modulo и еще одна в режиме Distance. Мы их с вами подключаем. Ctrl-T по Multiply, Image текстура нам не нужна. И в текстур Coordinate крайне важно переключиться на Window. И теперь Shift-Ctrl по Distance и смотрим как это выглядит. Пока что никак. В Multiply ставим значение 2, в Modulo ставим значение 1, видим появились наши пиксели, но они слишком большие. Давайте настроим им Scale в ноде Mapping. Если вы используете горизонтальное изображение, то у вас X будет словно 16, а Y 8, то есть два раза меньше. Если же вы используете квадратное разрешение, то у вас будет и X и Y одинаковые. Distance можно поставить 0.5 и давайте-ка мы это с вами привяжем через ColorRamp. Видите, да? Все превратилось в кругляшки. Чтобы это были квадраты, мы с вами можем после ноды Mapping добавить ноду Varonoy. Random убираем. Уже появились наши пиксели. И вместо Color мы должны подключиться через Position. Таким образом у нас появляются наши плиточки. И меняя Scale мы с вами меняем то, как эти пиксели начинают выглядеть. И теперь, чтобы нам наш основной Shader и вот этот Deezering смешать, мы добавляем с вами через простую ноду математики Math наш Shader и наш Deezering. Здесь вот в ColorRamp, который мы подключаем, нужно переключиться в просто черно-белый режим, потому что цвет будет отображаться уже после ноды Add. В ноде Varonoy также можно поменять размер, если вам необходимо. Или же ее просто убрать. Получаем вот такой вот интересный эффект. Здесь также по приколу можно добавлять еще ноды, выбирать тут всякие режимы, например, Tangents, какой-нибудь, я не знаю, PingPong и получать различные эффекты, градиенты, переходы и так далее. Окей, с этим разобрались. Теперь давайте определимся с тем, как бы нам эту картинку вывести в пиксели. Для начала давайте определимся с нашим Resolution. Можем поставить стандартное 1920 на 1080 и просто-напросто убрать показатели процентажа на 15. И давайте глянем, как это будет выглядеть на рендере. Уже получаем наши пиксели. Теперь, если мы с вами используем квадраты, мы можем их использовать те же, что и при пикселярте. То есть 64, 128, 512 и так далее. Поставим, например, 128 на 128. Сразу видим, что наш шейдинг улетел. Как это поправить я уже говорил, нам нужно с вами в ноде Mapping Scale поменять на те же 16. То есть чтобы у нас x и y были пропорциональны. Ну вот, ставим, например, 256 на 256, получаем следующее. Теперь давайте мы с вами поговорим об обводке. Она включается также через рендеринг. Это у нас показатель Freestyle. Но, как видите, здесь показателей довольно мало, потому что большая часть настроек Freestyle находится во вкладке View Layers. Если мы с вами пролистаем ниже, мы видим с вами включенный Freestyle и все его настройки. В H-Type у нас отображается то, каким образом накладываются наши обводки. То есть по граням или просто обводка непосредственно объекта, как вот. Когда мы его выделяем. Ну и давайте глянем, как это выглядит. У нас появляется вот такая жирная обводочка. Можем ее уменьшить. Лучшина линии находится у нас в Freestyle Fickness. Ставим здесь Base Fickness единичку и смотрим. Завелась обводка. Если мы хотим с вами сделать обводку другого цвета, мы с вами заходим в Freestyle Color и меняем ее. Я выберу пипеткой. Обводка стала фиолетовая. Теперь, если мы, например, с вами сделаем другой материал. Например, для нашего цилиндра. У него обводка будет применяться все так же фиолетовая. Ему нужна какая-нибудь синяя. Соответственно, здесь в Freestyle Color мы добавляем модификатор Материал и теперь цвет обводки зависит от материала. Соответственно, для этого нам нужно перейти во вкладку с материалами. Здесь появляется Freestyle Line и мы с вами настраиваем цвет. Для каждого материала отдельно. Смотрим на результат. Как видите, все работает. Таким образом можно добиться классического пиксель-арта и потом в программе уже по пиксель-арту ее доработать. Но, как вы понимаете, если мы хотим сделать какую-то более сложную текстуру, с какой-то историей, побитостями, шероховатостями, нам бы ее проще нарисовать, нежели использовать шейдеры. И мы все так же можем пикселями, по крайней мере в графике bs1, а не в пиксель-арте, нарисовать по нашей модельке. Текстуру. Как это сделать? Значит, у нас есть некий объект, который мы хотим использовать и мод текстур-пейнт. Мы в него заходим. Видим, что наша моделька виолетовая. Это значит, что у нас нету имидж текстуры. Нажимаем New. Создаем имидж текстуру. Подключаем ее в Color. Нажимаем New. Ширину и высоту делаем пиксельные. Я ставлю 128. И теперь мы с вами можем сделать еще очень важную вещь. Во вкладке Tool настроить себе палитру, поскольку в пиксель-арте зачастую используется ограниченная палитра. Чтобы нам настроить свою собственную палитру, мы можем зайти в Image Editor и просто добавить свою палитру, которую мы нашли. И из нее скопировать необходимые нам цвета. Значит, вот мы в палитре. Нажимаем на цвет, берем пипетку, копируем, добавляем. После того, как мы настроили нашу палитру, мы давайте попробуем порисовать. Видим, что у нас происходит некоторое мыло. Для того, чтобы этого не случалось, используем не linear, а closest. Таким образом у нас появились наши пиксели. Если вы хотите добавить какой-то эффект, вы можете выбрать снизу текстур Mask, нажать New, самую крайнюю правую иконочку и здесь настроить, например, Clouds. И таким образом вы будете рисовать с таким вот эффектом шума. Есть также вариант рисовать им непосредственно по UV-развертке. И да, если у вас вдруг не пиксели, а какие-то растяженные элементы, вам нужно сделать UV-развертку. Соответственно, мы за вами заходим в Edit Mode, выбираем ребра, Select, Sharp Ages, правая кнопка мыши, Mark Sim. Далее выделяем через A, нажимаем U, Unwrap Smart UV Project. И далее выбираем Paint, нашу UV-развертку и переходим в текстур Paint. Вот, например, здесь вот особо заметно на этом крыле, что есть элементы, которые не так просто прокрасить. И в таком случае мы, конечно же, гораздо проще можем по UV-развертке, какие-то элементы подкрасить. Как-то так. Все на самом деле довольно просто. Отлично, с основой разобрались. Теперь давайте поговорим про второй метод. Он заключается в том, что мы с вами отрисовываем пиксели вручную, либо частично, либо полностью. И далее в блендере перемешиваем наши отрисовки с 3D-объектами и проводим композитинг. Я вот этот метод сравнил с желанием, играя в Minecraft, подрубить шейдеры, чтобы смотрелось покрасивше. И да, у такого метода есть нюанс. Если мы начинаем наши плоские изображения мешать с 3D-объектами, нужно быть аккуратными, потому что может выйти тоже многими любимая стилизация под графику уже PS1, типа как в Crash Bandicoot. Значит, для отрисовки пиксель-арта я предпочитаю использовать программу A-Sprite. Вы же можете использовать Photoshop или, прости господи, Paint. И по правде говоря, просидите вы за этим делом большую часть времени, потому что рисовать пиксель-арт это нифига не просто. Поверьте мне, я знаю о чем говорю. Да даже банальный меч, который у вас сейчас на экране, я рисовал минут 30. Хотя казалось бы, что тут вообще делать. При этом, стоит помнить, что рисовать мы должны по всем правилам пиксель-арта. Потому что в противном случае в блендере это будет выглядеть не как пиксель-арт. Взять тех же персонажей или блики металла или стекла. Они выполнены по канонам и за счет этого мы цепляемся за основой стиля. Но уже после того, как мы отрисуем нужные нам объекты, мы с вами можем заспавнить себе Mesh Plane, выбрать нашу картинку. Тут важно выкрутить Specular на 0 и режим Image текстур поменять на Closest. Также можно подключить наш Cover к Emission и Strength поставить на единицу, если вы хотите, чтобы у вас было точно так же, как вы нарисовали именно по цветам. Но такой метод имеет существенный минус, поскольку картинки такого плана при многократном наложении друг на друга будут создавать эффекты затемнения или вообще перестанут корректно отображаться. Поэтому есть вариант перед всей отрисовкой сделать блокинг сцены и уже по нему начать отрисовывать объекты. Затем мы с вами сможем натянуть наши пиксель-арты на Mesh как картинку. И что самое важное, это нужно будет сделать через UV развертку режимом наложения Projection from View. Тогда наши пиксели сохранятся и не будут артефакты с темными областями. Еще одной хитростью является использование 3D объектов с пиксельной текстурой и на самом деле мы с вами абсолютно любую текстуру как сгенерированную и анимированную, так и фотку с интернета можем сделать пиксельной с помощью ноды вороной. Давайте разберемся на примере. Нашли мы значит вот такой футажек воды, натянули ее как текстуру и чтобы запикселить вставляем вороной после маппинга. Подключаемся обязательно через position, randomize выключаем и ставим пиксельные значения. Вуаля, то же самое будет работать с вашими шейдерами и простыми фотками из интернета. Ну а напоследок самое вкусное и это композитинг. Как видите у меня сейчас явно видно что есть объекты которые 3D и те что отрисованы. Чтобы эти два мира слепить, мне нужно зайти в композитинг, включить use nodes, выбрать режим с CPU на GPU, чтобы композитинг шел быстрее, не добавить себе ноду viewer. Узел я добавляю через shift и правую кнопку мыши. Поскольку я использую волуметрики, добавляю ноду denoise. Ну это как бы функционально да, вы можете ее не добавлять. Затем нам нужно добавить ноду scale. Я ставлю значение 0.1, значит изображение уменьшилось в 10 раз. Затем добавляем ноду transform, в ней режим выбираем nearest, чтобы не было мыла и scale ставим 10, чтобы вернуть изображение в нормальный размер. Между двумя этими нодами можно накинуть ноду пикселей, если вам нужно настроить уровень пикселизации. Как видите все что было 3D стало пиксельным, а то что было изначально отрисовано осталось пиксельным. Таким образом мы спаяли эти два мира. Ну а дальше понятное дело можно накинуть blue, glare, lens distortion, в общем все что вашей душе угодно, чтобы из серой скучной картинки сделать конфетку. Подробно о композитинге мы с вами поговорим в следующем ролике. Помимо этого поверх можно накинуть любую пиксельную текстуру, чтобы задать еще большего шарма и стилизации. Таким образом помимо красивой картинки мы можем заанимировать такие вещи как дымку, пыль, кусты, ну и сами прорисовки. Гораздо проще и удобнее, а главное эффективнее чем в обычном векторном редакторе. В общем это все чем я с вами хотел сегодня поделиться, надеюсь информация из ролика оказалась вам полезной, если это так вы можете подписаться на канал, поставить лайк, ну и по ссылкам перейти. Всех плотно обнял.